МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВЕНИТ ТЕЛЕФОН ЗА СТЕНОЙ Настойчиво гулкими СОЦ СОЦ разбрасывает по чужой Квартире короткий вопрос Куда ты уехал, куда? От комнаты этой пустой К которой ведут провода Нежней паутинки простой И ни забытого зонта, ни сувенира На броде теток с коромыслами из гжели Ни фотографии вдвоем, ни над квартирами Летает эхо, неужели, неужели? Ах, неужели на заправленной постели Уже ни разу ничего им не приснится Скрипят качели во дворе Ах, неужели? Как будто на зиму оставшаяся птица Звенит телефон синего За окна, где в небе тоска Стоит, натянув титьеву И хочет вот-вот отпускать И заскользит стрела, отправленная меткой И разобьет стекло с каракулями стужами И потечет тоска в наш дом с холодным ветром И я озябну, ощутив, что я не нужен Но это потом А пока Звенит телефон за стеной И кажется, что никогда Ничто не случится со мной А там в квартире незнакомой Кто-то плакал Не подходя упрямо Не включая свет И наподобие вопросительного знака Спина тряслась Как будто веточка под ветром А я не слышал Я был рядом и не слышал Гудки кружились Как листвою засыпая Следы того, кто в синеву куда-то вышел Это все, что я запомнил Засыпаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, еще одна Грустная песня Про лето Посмотри, в каком красивом доме ты живешь Я вчера пошел за пивом Я вчера пошел за пивом Прямо обомлел Целовал его слепой Расплакавшийся дождь Извиняясь, что всю зиму Гриппом проболел Я стоял и полюбовался До скончания дня Вместе с нашим участковым Молча под грибком Но в пакетике прозрачном Дырка у меня И все время утекает пиво из него Я ушел в апреле Я нашел повод Я замерз, укутываясь в твой хор И пошел на улицу Встречать лето А лето это маленькая жизнь Лето это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросль дом плывет по лето А меня нету Лето это маленькая жизнь Странно, мы все время были в городе одном Ты все там и в доме на последнем этаже А я в различных точках И минующихся дном Впрочем, если пить, то нету разницы уже Я и не заметил, что конец мая Что давно повесилась метель Злая, выпил с участковым Смотрю лето А лето это маленькая жизнь Лето это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках Поросль дом плывет по лето А меня нету Лето это маленькая жизнь И хотя в окне твоем ночует наша грусть Я в мусоропровод бросил два своих ключа И к тебе я точно этим летом не вернусь Я хожу в кино и в парк культуры по ночам А ты вернулась с моря Я вчера видел, словно в прошлой жизни посмотрел Видик, видик про разлук Про твое лето Лето это маленькая жизнь Жизнь, в которой не было ни дня фальши Вряд ли кто-то точно знает Что дальше Только участковый пик и унет молча Лето это маленькая жизнь Поросль тихо подрастает на щеках АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прачу покажут летом И песня будет как нельзя кстати Но пока, конечно, очень приятно Мне всегда Увидеть на замороженных стеклах Общественного транспорта Когда написано Крепитесь, люди, скоро лето Знаете, сразу так думаешь Вот кто-то о тебе подумал Так вот, еще одну очень хорошую надпись Мы с Константином подсмотрели Под Нижним Новгородом Прямо на трассе Перед многоэтажным домом Мы проезжали И нам говорят Сейчас у нас тут такое У нас тут достопримечательность Памятник прям И там написано Большими белыми буквами С добрым утром Любимый И потом уже Где-то в Гамбурге Константин говорит А вот давай песню напишем И написали мы песню Музыка Константин Тарасова Ну и Андрея Петрова, конечно Там вы заметите В городке периферийно Отдает весна бензином Дремлет сладко Замороченный народ Музыка Константин Тарасова Музыка Константин Тарасова С добрым утром, любимая Крупными буквами С добрым утром, любимая Не жалея белье И лежит нелюдимая На отпись огнемоня И с луны различимая И с окрестных светил Ночь растает без остатка И останется загадкой Кто писал И будут спорить соловьи Им прекрасно видно с веток Что нарушена разметка Им так жалко Что расстроится Гаи С добрым утром, любимая Милая, ты моя Эта надпись красивая Смотрит в окна твои Может, строчка счастливая Марта ухранимая Будет всем, как в пути моя Пусть потерпит Гаи С добрым утром, любимая Милая, ты моя Эта надпись красивая Смотрит в окна твои Может, строчка счастливая Марта ухранимая Будет всем, как в пути моя Пусть потерпит Гаи Мы с Константином вот этим летом снимали два клипа И, конечно же, нам все время говорили Дорогое, дорогое это удовольствие А мы уговорили поливальную машину Как-то не очень дорого получилось Двух милиционеров раздели Ну, согласие, конечно Вот и Константин И мы две песни снимали Одна про лето Одна вот с добрым утром, любимая И в одной он был участковый А в другом гаишник В одной и в другом, я сказал В одной песне и в другом клипе Вот И, а я был в одном клипе бомжом А в другом идиотом Вот И, с другой стороны, очень хорошо Что вот эта передача Домашний концерт Она не предполагает Чтобы в ней показывать клипы Потому что все как-то живем должно быть Женщина с планеты Земля называется Следующая песня Я лежу бессонно Глядя в потолок Уговариваю Сам себя поспать Повзрослеет За столько лет Так и не смог Я от прочих умудрился Лишь отстать Эта женщина земная Не дает Мне надежды никакой Но между тем Если рядом я Она всегда поет А исчезну перестань А зачем И лето кружит Семена Сам левших в полдень Тополей И я все маюсь Упуская времена И все скучаю По планете По своей Покупаю снова Астры у метро Как землянина Рядовой среди землян Она уж приготовила пирог Из каких-то ягод С солнечных полян Будем ужинать И пить Поспевших вас А когда попросит Спеть И я спою То заплачет Не сдержавшись В сотый раз Узнавая жизнь Чужую и свою А лето Кружит Семена Сам левших в полдень Тополей И уж я стараюсь Привирать Да вот беда Не получается Пока Повеселим Все про водку Да холодную Как снег Про пельмени Про пустяшный разговор Да про то Что сорок зим Здесь на земле Чью-то жизнь По дням Таскаю я Как вор Я в столовой Все салфетки Ищеркал Про унылую Бескрайнюю езду Я выплюнул Я давно уже устал Да вернулся На далекую звезду Но эта женщина Одна Мне не вели Все дело в ней И бесконечно Лето кружит Семена Замлевших в полдень У дороги Тополей ПОДПИШИСЬ ПОДПИШИСЬ Благодаря поездке в Германию Узнал очень много нового О своих песнях Потому что Они делали переводы И все время спрашивали А вы вот этой строчкой Хотели сказать Вот это Или вот это И я смотрю Гляди-ка Говорю Вот это Потому что Как-то они находили Какой-то там смысл Еще один И вообще интересно Когда каждый представляет Себе какую-то песню О чем-то своем О чем я и не думал Когда я писал Моразм конечно выступает За границей Но тем не менее Они как-то с этим боролись И выпускали такие Книжечки такие Раздавали всем И я говорил Страница номер 8 Соседка И они по тексту Только одна женщина Все время там Недоумевала А она Говорила А что у нее ножи-то Не наточены Ну там же точилки Электрические везде А она Ну наточилы бы Да Чего-то она так расстраивается Вот Ну я думаю Что Да А потом Когда мы были во Франции И я на немецком языке Рассказывал Нашей француженке Подружке Про что песня Она переводила французом То Я оценил Что без бумажки-то Плохо Потому что Я Ну это С немецким Тогда у меня было Еще хуже чем сейчас Я Песня Нахбарин Вот эта соседка Она ее перевела Как Нахбар Ночной медведь И при этом При этом Французы так серьезно Россия Медведь Там метель Серьезно очень слушали Но что себе представляли Непонятно Слово гостик Моей соседке Дочка спит Торшер горит Радость На лице По стеколу Скребутся ветки В рюмочке Коньяк Молит Со свиданец Вроде бы Откуда Новая посуда Но соседка Этим гостем Дорожит То Поправит Скатит То Вздохнет Не кстати То смутится Что Не острые Ножи Он Мужчина Разведен И она Разведена Что Тут Говорить Правит Нами Век Казен И не их Это вина Некого Винить Тот Был Первый Гордым Правильным Был Твердым Ну да Бог Ему Судья Да Был бы Жив Скверлисты Уменяют Дочка Подрастает И пустяк Что не наточены Ножи Пахнет Наволочка Снегом Где-то капает Вода Плащ В углу Висит На проспект Спустилось небо И зеленая Звезда Позднего Такси Далеко Расходник Не уйти Сегодня Он бы мог Совсем Остаться Да и Живись Все не Так Досадно Может Жили в Склад Ах Дались Мне Эти Чертовы Ножи Ах Как Спится Утром Зимним На ветру Фонарь Скулит Желтая Двера Фонарю Приснились Ливни Вот теперь Он и не спит Все Скрипит Пора Пора Свет Сольется В щелку Дверь Тихонько Щелкнет Лифт Послушно Отщитает Этажи Снег Под утро Ляжет И неплохо Даже То, что в доме Не наточены Ножи Снег Под утро Ляжет И неплохо Даже То, что в доме Не наточены Ножи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А у вас есть какая-то странная деталь, которую, я знаю, вас за это все время должны ругать. То есть, то, что сейчас сказали, поэты должны ругать за тексты, музыканты за музыку. Или наоборот, поэты должны хвалить за музыку, а музыканты за тексты. Это не относится именно к Олегу, это вообще относится к самому жанру, так всегда было. Вадим, сейчас знаешь, бардеры всегда не применяли, как стоят писатели, потому что они были плохие парады, стоят композиторы, потому что они были плохие композиторы, якобы. Да, и они вдруг попало, и начинают бардерские песни, потихонечку лезть в какие-то хиты, пардон, ну такой альтернативного жанра. Дело в том, что вот у меня в песеннике, в тетрадочке, были песни, как теперь оказывается, Высоцкого, Висбора, Городницкого, Абадзинского. И то есть это настолько все плавно переходило, и никакого разделения не было. Попса, там, рок или бардовская песня, это абсолютно... И на самом, по большому счету, я считаю, что это правильно. Ты считаешь, что это деление искусственное? Да, я думаю, что... Наверное, вот по своему выходу, конечно, и по обобщению, наверное, там можно выделить, что это из этого, да? Но так как вот я очень люблю исключения, для меня всегда, я думаю, что если Шевчук приедет на Грушинский фестиваль, его будут хорошо принимать. Нет, ну есть такая искренность, которая побеждает любую вещь, приедет там любой клоун, который работает классно, если его увидит, конечно, да, это положительная информация. А вот тебя вот это не раздражало в то время? Ты постарше все-таки будешь? Ну, чуть-чуть. Поэтому зайцы лет 300, как говорят. Все-таки уже другое покорение, а Баздинский ты уже это пропустил. Цветы... Помнишься, замечательно? Нет, ну так ты был уже, да, взрослый мальчик тогда. Да, был. Значит, что-нибудь сказать. Вообще, я, конечно, могу сейчас стать в позу такого ревнителя и хранителя традиции авторской песни. И сказать, что вот, да, вот чистотарская песня, это Кулкин, это Висборг, это не знаю, все это чепуха, конечно. К счастью, этот жанр может потому и не сдох еще, что он умудрился в себе переплавлять совершенно неожиданные вещи. В свое время очень хорошая была фраза, что всегда побеждает живой звук. То есть, почему, например, вот делая аранжировки, человек, вот современные аранжировки, он просто убивает свою песню. Звук, потому что это модно на сегодня. Завтра будет другой звук, электрический, ну какой угодно. А живой звук всегда был моден. А когда ты говорил про тетрадки, действительно колоссальное количество песен с эстрады пришло вот в эти круги, где есть авторская песня, уже под одну гитару. Песни, которые там первоначально появились в фильмах, под оркестры и так далее, они потом распевались за столами под гитару или под баян и так далее. То есть, все-таки речь, наверное, идет просто о хорошей душевной песне и независимо с каким количеством инструментов или при каком количестве зрителей. Это, я думаю, это подводка к песне. А давайте у меня любимая песня моей дочки замечательная, «Этот город». Этот город неприкаянных людей, принимающий бездомных так легко, не способен обогреть своих детей, потому что расположен высоко, высоко над отоплением земным, над покорностью других периферий. Он к себе суров и к жителям своим, он не злой, но так уставший от миссии, и уставший, но не ставший ни жлобом, ни искателем виновных и врага, ни девчонкою торгующей теплом. Он глотает ядовитые снега, и разбитыми ладонями полотин упирается в бушующий залив. Но как лики монументов и картины, он по-прежнему спокоен и красив. И уж если ты в туман его густой, окунешься среди ржавых кораблей, ты отравлен будешь песнею морской, и виденьями качающихся рей. Крузон Штерна льдом поросший на келлаше Станет грезиться в простых сосульках с крыш, И однажды этот город ты предашь, И в другой далекий город убежишь, И сольется из дорог без корольных сеть. Ты запутаешься, как плохой рыбак, В океанах, в проститутках и тоске, И поймешь, какой ты все-таки дурак, Оглянувшись, ты увидишь, как блестит Петербурга шпиль высокий сквозь года, И, конечно же, он примет и простит, И ты больше не уедешь никуда. Вот у них такая черта, что их можно заслушаться, И в то же время можно вникать в текст, А слова очень хороши, и удивляешься, Что они так серьезные, умные, И при этом можно заслушаться и отпасть от текста. Неровность, вычурная крыша, течет за горизонт, Семнадцатый квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт, И женщина французская, серьезно и мила, Спешит сквозь утро тусклое, Должна быть проспала, И тем, кто встретится ей, Улочкою узкою, Не догадаться, Здесь у всех свои дела, Она хоть бывшая, Но подданная русская, Она такая же москвичка, Как была У бывшей русской подданной В квартире кавардак, А значит, что-то и в душе Наверняка не так, Но как легкие ее слова, И пусть неважно спит, Но от столичной Голова на утро Не болит и вспоминает Сон Про дворики арбатские Она как в реку Погружается в дела И несмотря на настроение дурацкое, Она такая же москвичка, Как была Каштаны негры продают У площади Конкорд, Бредет сквозь лампочек салют Бесснежный Новый год, И парижане о своем Задумавшись спешат, И Рождество опять вдвоем С подружкой из США Наполнит праздничный Париж, Вино французское, А ей пригрезится Москва белым бела Она пьет водку, Так как подданная русская, Она такая же москвичка, Как была Наполнит праздничный Париж Вино французское, А ей пригрезится Москва белым бела Она хоть бывшая, Но подданная русская, Она такая же москвичка, Как была Слава Французского, Я вот всегда думал, что как-то домашний концерт, он как-то на кухне все-таки больше. Так уже, чтобы совсем... А кухни маленькие же, так, руку раз, и тут все стоит. И чайник... Ну, какая кухня? Ну, да. Но мы-то каким? Это сейчас уже как-то все поменялось? Ну, видимо, да. И я все время вспоминаю, когда мы были маленькие, и, наверное, это возрастное, когда такие же большие гулянки какие-то были, мы все время там эти пирожные или там пирожки, и все время как-то такое ощущение незабываемое, что когда уже все взрослые такие добрые, уже ты следишь, знаешь, когда подойти и попросить чего-нибудь. Уже думаешь, нет, еще рано. А вот сейчас уже можно подойти и сказать, пап, ну, чего ты там, вот, может быть, там как-то... А он уже такой хороший сидит. И говорит, ну, ладно, пап. А раньше там нельзя подходить. Ну, и тогда, раз уж я заговорил песню про отца, она называется «Мой отец». Мой отец алкоголиком не был. Хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой. И с хлебом не всегда было так хорошо. Тридцать лет профсоюзных событий, Ни прогулок, ни громких побед, Восемь грамот, привод в вытрезвитель, И награда за выслугу лет. Люди будущего на фронтонах ДК, Да задумчивый стих о Куджаве, И как цены волнения снижались тогда За прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили. Очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили. Да все думал, видни, наверху. Верил Сталину, верил Хрущеву, Верил, верил, работал и пил. И, быть может, пожил он еще бы, Если б он алкоголиком был. А с фронтона ДК, Как и прежде, глядят те Слепые, красивые лица. И все так же, как прежде, Лет тридцать назад радость В гипсовых белых глазницах Не сорваться бы, не закружиться, Да мозги бы свои не пропить, Да молитвы читать научиться, Чтоб отца и детей не забыть. Жизнь и боль, вот и все, что имею, Да от мыслей неверных лечусь, А вот правды сказать не умею, Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею, Но даст Бог, я еще научусь. А тут как-то мама прислала мне стихотворение. Она из календаря еще откуда-нибудь вырежет все время Там какие-нибудь загадки Или какие-то стихотворения И говорит, вот про маму стихотворение, Песню про маму напиши. Я говорю, а я написал как раз уже, Она говорит, нет, ты вот, Она не слушает, что ты написал, Вот хорошее я прочитал, Вот про это, напиши вот так вот. Но я пока, значит, я же не композитор. А вот про маму вот такая песня получилась. Почти у каждого из нас бывает драма, Она, казалось бы, решается легко Одна в осеннем городе скучает мама И этот город расположен далеко И мы сначала ничего не замечаем И дни разлуки складываются в годах Мы обещаем написать и забываем И наши мамы нас прощают, как всегда А когда-то мальчик был обеспокоен Если только мама покидала дом И уткнувший взглядом в пальмы на обоях Ел горбушку хлеба с сахарным песком И ждал, когда в подъезде ржавая пружина Скрипнет, возвращая ласку и покой А у нее работа, а потом дружина И под вечер с полной цукою домой Как две заботливые птицы Эти руки нас успевали защитить и пожалеть А мы смотрели с братом только на зарубке На косяке дверном мечтая повзрослеть На дождик летний капал и земля парила И как в войну мы продолжали в жизнь играть И все, что мама раньше нам не говорила Мы начинаем только-только понимать Почему так много было кукурузы Почему в апреле запахи острей Почему зимою хочется арбузов А вообще-то было все как у людей И тот пьянящий запах новеньких сандалий И в кульке за рубль десять карамель И в шариковой ручке радостный Гагарин Так ничто не может радовать теперь Но раз в году хотя бы кажется так просто Вернуться к тихой радости родимых глаз Но мы спешим к вершинам творческого роста И мама понимает, не перевожит